Всем привет, друзья! Пятница у нас сегодня. Я сегодня с утра не работаю. Ну и вообще, сегодня у меня последний рабочий день. И я как бы это... Дети уже знают, что можно уже и не ходить в последний день. Короче говоря, пишут, что не придут, не придут. Ну и ладно, всё. Я говорю, ну и ладно, отдыхайте уже. Все устали, честно-то сказать. А я сижу, наварила яйца. Сейчас. Ефим. А нет, ну эти-то яйца я сложила. У нас ещё были. А потом Ефим мне принёс. Я ещё запеканку уже запекла, приготовила творожную. Потом яйца наварила на крошку. Сейчас их режу. О, даже какие. Раньше они у меня. Вот, сходила батун, нарвала лучок, потолкла огурец. Две штуки натерла. На тёрке там он у меня, вон там, вон там. Почистила даже, чтобы понежнее крошка была. Короче, делаю крошку, как поняли. Колбаску я вот так люблю на тёрке Бёрнер. Почему? Потому что долго резать. Я её, в общем, на тёрке на этой раз, раз и всё, варёную. Вот. И картошку отварила, начистила. Так что будет у нас сегодня? А, крошка. Вчера мы всё для неё купили. Фаиле лежит, сопит. Что-то, говорит, я мама, похоже, заболел. Что-то у меня горло побаливает. Ну, в общем, вот так вот. Он не знает, когда я от своей откажусь. Ай, вот. Что ещё? Матвей сегодня у нас ко второму уроку шёл. Сегодня у него последний день в школе учебный. Дальше уже в понедельник у них последний звонок утром, линейка. После неё они поедут в Екатеринбург, там, в парк Майковского. Потом хотят они с ребятами на плотинку или куда-то. Говорит, мне деньги перечислили. Надо, Бургер Кинг, наверное, будет всем зайти, поесть там вкусно. Вот. В общем, надо будет не забыть мне. Да ещё надо нам маленько с одеждой порешать. Что-то пришла вот эта рубаха, которая с Фаилом Брисеевичем перестаралась. Мне кажется, она ему большевато. Тут погладила, примерила. Мне нравится. Балаходисто. Ну, может, когда-то потом под кофту, под пиджак там пойдёт. А так вот, если он пойдёт, допустим, без всего, хотя я всё-таки намерена ему либо кардиган какой-то, либо какой-то сверху, чтобы было какой-то это... Может, бомбер какой-то однотонный такой взять под рубашку, чтобы... Ну, посмотрим. Смотря какая погода будет, потому что выпускной-то, допустим, будет вообще же уже летом. И если будет жарища, 30 градусов, понятно, что ни пиджак, ничего не оденешь. И надо, чтобы рубашка была красивая. И всё. И, в общем, надо будет с одеждой порешать выходные. Вот. А в понедельник-то не жарко будет, поэтому вот в понедельник-то бы на последний звонок, он же на улице будет проходить, ему вот сама-то бы кофточка-то была, да? Одеть. Какая-то... Пиджак, не знаю, он отказывается. Он говорит, не хочу я пиджак. Это, типа, старушечка, не хочу пиджак. Я говорю, ну, есть же молодёжные пиджаки сейчас. Есть такие, как подвязку такие, но при этом вот эти вот вороты... Я вчера заходила в турецкий магазин у нас тут с Верным рядом. Там такие пиджачки есть, но я говорю, давай зайдём, посмотрим. Может, найдут размер. Ещё это же размер. Я то, что смотрела, размер это там не очень, да и ростовка маленькая. Ох, дед ходит. Пошёл смотреть уже. Сейчас будем продолжать с теплицей заниматься. Но я говорю, подождите меня, я сейчас уже доделаю скорой. Пойдём вместе, а то одним тяжело. Ну, я хоть что-то... Ну, Фадди сейчас встал, так, может, он ему поможет. Вот, будем плитку сейчас приносить, которую на пол. Вот у нас вот эта гипсовая, я её, короче... Ну, это как стены перегородки идут. И мы её замочили в воде с дедом и проверили, насколько она разбухает, размокает ли или как. Короче говоря, нормально. Воду она немножко как будто впитала, но при этом не разваливается нормально. Будем сейчас её красить и укладывать, как дорожка будет в теплице. Красивая такая. Сейчас, секунду, подожди. Так я уже ты чистила. Ты чё? Всё, я уже. Два яйца осталась. Они так хорошо чистятся, это... Тут лежали они, видимо, прогрелись хорошо, и эта оболочка хорошо снимается. Ой, ну они не старые, не подумайте. У нас старых яиц не бывает с нашими темпами. Я говорю, мне пришлось же сейчас Ефима посылать в конюшню. Говорю, неси, яйца не хватает. Но он принёс, я на запеканку их пустила. Видишь, запеканка уже готова. Гусёнка есть, так вкусно будет. Немножко её по-другому сделала, поэтому ролик для вас на дела хозяйские сняла. Посмотрите ещё, как я делаю творожную запеканку. Я сегодня творога уже полтора килограмма даже продала, умудрилась. И молоко всё продала. Сегодня я успеваю распихиваю, потому что вчера... Ой, накосячила я, накосячила, конечно, вчера. Взяла, пересолила маленько сыр, в том плане, что долго передержала. Забыла про него. Ну ладно, чего, не буду, просто понятно, что такой сыр на продажу не пойдёт. Вообще попробую, может он не такой же пересолёный, но вот сейчас он высохнет, всё, завакуумирую. Но будет, наверное, знаешь, как этот, как сыр-косичка, я думаю, такой будет. В общем, он такой любит. Думаю, потом, если что, буду пополам мешать, может там пиццу какую-нибудь сделаем, да что. Ну, не выкидывает же продукт, если даже и пересолил маленько. Ой, бывает вчера, что-то мы слишком вчера за это туда-сюда распылялись, и в итоге забыла я его всолил, он лежал и перележал. Ну, может и ничего. Кто её знает. Бабушка говорит, он, наверное, не берёт больше. Ну, я не знаю, не знаю. Это ж не сало. Сало, наверное, лишнее не берёт. Хотя сыр тоже жирненький, может и не возьмёт. Такие дела. Посудомойку мы уже всё отстирала, всё я достала, новую грязную посуду составила. Хоть снова запускай, да нет, ещё половина там. Не пугайся, не пугайся. Так вот. Ну, вроде бы и всё. Ладно, сейчас буду скидывать яйца в эту рюльку. Чё-то жарко я хотелось тоже. Поехали мы, в общем, доедем. Сейчас мне надо заехать на Вайлберрис, отменить эти грядки. Они же приехали. Надо сказать, что я их забирать не буду. Там за возврат, правда, 100 рублей берут. Ну, что это делать, придётся отдать. А Фима поехала. Я говорю, не одевай куртку, жарко, на машине же доезжаешь. Нет, он привык. Я, говорит, в шуку в куртке поеду в куртке. Ну, ладно. Ему так спокойно, пусть идёт. Так привык. Такие дела. Вот, дед, пошли с водеем сейчас, смотрите, смотрят, с чего дорожку-то делать. Я же разломачивал эту гипсовую стенку или какую-либо не гипсовую. Мы даже не знаем, из чего она. Ну, ничего не размыкает. В воде она три дня у меня аж пролежала, и ничего не распадается даже. Хорошо, в общем. Фух, она бьётся, но её же бить никто не будет. Аккуратно уложен на землю и всё. Ух ты, опять репетируют. Опять репетируют. Танец они, видимо, тут. В понедельник же. Последний звонок. Так вот они, видишь, во дворе школы там. Матвеевша, что ли, там? Матвей-то вроде не танцует. Ну, вон их, ребята. Ребята, вот стоит мальчик-то ихний. Угу. Ах ты, гимн играет. Интересно, а что они там под гимн-то делают? Репетиции проходят. Не так просто. Ты пойдёшь со мной на последний звонок? Сходи, посмотри, что на улице. Постой маленько. Не хочешь? Некогда будет. Ну, всё равно там ничего не будет вида. Думаешь? Народу так много думать. А я пойду затесаюсь где-нибудь. Он не любит тесаться. Не любит вдавки в столбе стоять. Вот, а я пойду. Такие дела. Ну, наконец-то зацветают яблоньки. Вот они. Челки залетали. Вот, я даже сейчас в светофоре купила липучки от мух. Упаковка целая, потому что надо, чтобы такое было. В наших условиях с коровой бывают мушки. Липучки купила, короче. Всё, иду домой. Ну, а смотрите, кто у нас пришёл. И что он тут кушает. Баба ему сегодня, видите, что заказала купить. Я купила. Ну, пока не очень сладко, да, Фим? Он сахарок взял. Сахарок макает и ест. Скажи, вот такие к нам на Урал ягодки везут, да? Вроде бы и красивенькие. Но они так уж то дома, да? Дома-то другое дело вырастает. Скоро своё будет, да, Фим? Землянику-то мы уже едим. Я вчера, знаете, сколько? 20 ягод собрала землянички мелкой. Вчера бабу накормилась. Сегодня тебе соберу. Они каждый день спеют эти ягоды в теплице-то. Ну, с дедом, ну, я говорю, бабе отдала, они с дедом съели. Ты уж спал. Я вечером собирала, ходила вечером вчера, поливала. Ой, что там, я наработалась в теплице перед работой. И когда, потом пошла работать. Но там так жарко было, мы же пошли, смотрим, в 2 часа. Там самое пекло, солнце палит. И у меня так голова сейчас болит. Вот эта сторона перегрелась, короче. Но надо идти, всё равно сейчас вот Арешину кормим. Сегодня у нас такая окрошка вкусная. Сейчас я вам даже покажу. Подниму вам аппетит. Смотрите, какое сметаны много. Она такая вкусная, в общем. Наваристая картошка ещё у нас такая. Она рассыпчатая. Её, когда добавляешь в окрошку, она, видимо, расходится. И у нас такая густая окрошка-то получается. Хотя она на квасе, не на кефире. Вот. Матвей у нас с дедом поехали сейчас стрелять. Сегодня Матвей тоже, правда, наработался. Не знаю, что. Нельзя было перестрелить ему. Ну, я вам сейчас покажу. Мы сейчас пойдём работать. Так я покажу, что мы с Матвеем сделать. Успели. Маленько. Но такая работа тяжёлая. Потому что тяжёлые эти блоки. Укладывали тропинку в теплицу. Но не доложили. Сейчас будем с Алёшей это делать. Что, Фима? Может, мне указать? Да? Ну, покажи, если хочешь. Это они в школе снимали ролики сегодня. Ну, давай только мне поближе. Вот. Друзей своих организовал, чтобы поздравили Матвей с окончанием школы. Такой ролик ему прислали. Вот. Такие дела сегодня Матвей. Всё. В понедельник уже только праздник. А уроки-то и закончились. Вот он наш. Стрелок. Почему в тёплой кофте Матвей? Ну, пужарка же. Ну, пойдём я тебе дам. Нет футболки. 500 футболов. Так он уже смерил. Он посидел. Сейчас я её видела. Он мерил. Вот. Картошку дед уже нарезал. Король. И всё подготовили. Сегодня и так хорошо. Это самое. Нет. Пожарить, наверное, нужно. Так он сейчас наестся. Так чё. Это Фадея. Фадея больше жареная. Мам любит. Вот. Запеканку сегодня очень удачная получилась. Её съели почти всю Фадею. Только кусочек остался. И всё. Так что посмотрите рецепты. И обязательно так сделайте. Вот прям вот так вот. Как покажу. Вот. Очень вкусно. Ну ладно. Всё тогда. Сейчас я тоже перекушу. Мы сегодня заезжали. Когда Ефима-то увозили. Сало купили. Сейчас съем бутерброд с салом. И пойдём. Поработаем. Хотя бы часик ещё. А потом корове уже надо будет. Такие дела. Да. В школе-то как и дела. А? Волосатик. Тяк стричь надо. Косточка упала. Нормально? Сегодня не было. Оценок там. Или ты сдавал стих сегодня? Да. Сдал? На пять. На пять. Молодец. Вот видишь. Опять принёс оценки. Сейчас у тебя никаких долгов вообще нет. Да? Всё сдал. Ну и всё тогда. Считай закончил учёбу. Я тоже всех уже оповестила. Кто у меня был. Кто не был. Что всё. На каникулы ушли. Это. Это. Так что. Я до каникулы ушла. Фима. Поздравляй меня-то. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Так. Сейчас дойдём. Весь вечер мы Алёша опять сегодня нисколько не отдохнула после работы даже. Пошли сразу. Потому что нереально до коровы что-то хоть дельное успеть, если не пойти сразу. А так у нас хотя бы часик я сегодня бочку набрала сюда. Чтобы она уже это маленько отстаивалась, эта водичка. Ох. Сейчас мы её затащим. Смотрите, у меня какой уже салат тут красивый. Большой. Так вот. Ну, ягодки. Я же говорю, они каждый день стеют. Уже опять он спелый лежит. Так. Ладно. Я поливала эту теплицу вчера. Капуста здоровая такая. Надо высаживать срочно. Я ничего не успеваю с этой теплицей. Ой. Только ей и занимаюсь, как говорится. Так. Сейчас всё закроем. Так. Так, так. Всё. Они со стрельбы приехали. Сейчас пойдём. Мы же русские делаем каждый вечер. У нас с 8 до полдесятого с ним. Прорешивание варианта. ЕГЭ этого. Продолжаем. Хоть и пробник написал. Вроде как неплохо. Но мы, в общем, продолжаем заниматься. Вот. Пока ещё русским. Потом уж русский напишет. Будем математике больше внимательно делять. Ну, математику-то он сам делает, по крайней мере. Вот. А вот русский говорит, с тобой веселее. В общем, вот так. Потому что с математикой-то я ему мало чем могла помочь. Здесь всё зарастает сорняком. Я здесь вчера тоже полила. Что-то у меня один перчик чахнет. Вот этот вот. Знаю, что там. То ли в корнях что-то случилось, загнило или что. Что-то вчера его и полила, и всё. Он всё равно один. Грустный, грустный. Не знаю, кто его там снизу поел. Ну, ладно. Так. Не буду я снимать там. Ходит товарищ. Рабочий. У соседа там что-то делают. Отвернула камеру, чтобы на них не смотреть, чтобы они так смотрят, что у меня любопытные. Ну вот, пойдёмте сейчас посмотрим, наконец, что мы делали. Ой. Так. Вот в этой тепличке в новой наш. Вот, смотрите, уже видите. Дорожка. Дорожка нарисовалась. Вот такая вот. Я сегодня отказалась от этих грядок, которые пришли на Валберс. Съездила. Вот. Начали. Пока ещё только наживили вот эти стороны. Так что, если где-то видите неровности, я имею ввиду по этой, ещё не выравнивали. Ещё столбики не забили. Хотя вот эти дырочки, которые где-то сделал, закрасить их надо тоже будет. Ну, главное, что мы вот эту дорожку уложили сегодня. Здесь плит. Какие-то плиты, перегородки внутренние. И уже, видите, металл начали закрывать. Здесь нам не хватило. Кусочек завтра резать будем. И там защищаем просто, честно говоря, брус, чтобы земля не заходила. И чуть-чуть поднимаем гряду, потому что повыше, чтобы была задняя стенка. И вот так вот листы железа. У меня также в капельке сделано просто листы железа. И к нему уже это самое. И там тоже, видите, тоже железо всё идёт. Земля, чтобы к железу, не к дереву. Вот. Завтра дошьём там торец. И вот здесь мне не хватило. И, в принципе, я что хочу сделать? Я хочу вот эту землю всю... Она хорошая. Всё, здесь же у нас вот эти навозные кучи были, которые были, гряды, да, с навозом-то. В принципе, земля-то неплохая. Чернозём, и вот сама то его опять перемешать с перегноем будет вот земля. Вот. Но я хочу её всё пересеять. Много корней. Тут же этот самый... Трава всякая росла. И пырея полно, и корни от вишни, смотрю, да, вон. Много. Короче, хочу сюда просто сетку ставить, эту открывать или какую. И вот эту всю землю туда перекидаю и задним просею. Вот. И перед этим вот эту хочу перекопать всё. тоже убрать корешки, чтобы всё и поглубже, чтобы она рыхлая была. Вот. Короче говоря, работа у меня полная ещё. Ай. Такие дела. Ну и всё, тебе нравится? Тебе нравится тут всё? Вот. И вот эти вот все дырочки, дырочки, дырочки. Это будут всё столбики вот такие. Вот. А эту сторону ещё будем тоже ровнять. Не думайте, что она уже стоит. Нет. Хоть где-то натянул, но мы будем её чуть-чуть смещать хотим немножко. А может и нет. Не знаю, короче говоря, как получится. Но она тоже будет передвигаться ещё. Когда землю сюда перекидаем, мы там землю всё подровняем и её выровняем вровень с дорожкой. А то, видите, щель какая получилась. Поэтому будем делать, как вот это вот сделали. То есть примерно, чтобы она эта, вровень была. Ну ладно, нормально будет. Хоть я и говорю, деду не стрелять в жизни, ну пусть немножко где-то что-то кривит. Но он говорит, всё равно надо ровно. В общем, стараемся из-за всяких сил. Но как получается. Как получается. В общем, вроде неплохо, да ведь? Вроде неплохо. А что же делать? Дверь закрывать, не закрывать здесь? Ветер будет, не будет. Наверное, закрыть лучше. Вот. Такие дела. Ну ладно. Будем прощаться с вами. Яблони, смотрю, зацвели. Это зацвела та ещё не совсем. Но это самое раннее. Короче, они сейчас будут, которая самая раннее цвести. Потом попозже, потом самая позднее. А с абрикосом, видите, что творится. Что-то кончики немножко... Но у него практически нет прироста. Поэтому распускается только самый-самый кончик. Потому что прироста вообще нет. Как вот, знаете, вишни старые бывают. Видимо, все косточковые так себя ведут. Когда стареют, в общем, надо убирать и всё. Ам. Зато вот эта вишенка мне нравится. Она как будто другой порода. У неё не на приросте формируется урожай. И поэтому она каждый год. Так у нас хорошо. В ягодах вся ягода крупная здесь. Приятно собирать. И невысокий кустик. Видите, какой? Это метр двадцать такой, наверное. Ну, может, полтора. Вот. Вон дочка. Вон той вишни задней, которая... Такой красавчик. Я осмелилась, оставила ещё одну его дочку. Видите, вот стоит кустик. Пусть, думаю, часто. Но раз он там вырос, он сам собой там вырос. Вот. И вот три кустика одного сорта сидят. Тесновато. Ну, ничего. Слива пытается чего-то изобразить. Но тоже она вся больная, прибольная у нас. Это старая слива. Уже ствол у неё на несколько раз и текла камедь почему-то. Видимо, морозобойны были. И ствол отламывался. И что только с ним не было, с этим деревцем. Но вот всё ещё что-то пытается подсвести. Ладно, Лёша, за камерой похоже. А, нет, никого. Ладно, друзья, давайте будем прощаться. До завтра, завтра, суббота. Так что всем плодотворных выходных. Мы постарались и неделю сделать. За счёт вечеров плодотворной. Ну, как вышло, в общем, так и вышло. Главное, теплица всё-таки стоит, как я хотела к выходным. Но я думала, честно говоря, что я в субботу уже буду всё высаживать. Сто процентов. Но, наверное, не буду. Не получается. Ну, главное, что на каникулы пошла, всё равно сейчас буду уже посвободнее. Дело задвигается. Мне надо хоть всё повысаживать. Завтра, может, сельдерей, наконец-то, высажу. Он тоже бедный сидит. Лапшочек. Ебок куда-то побежал. Трав кормёт. Так, ещё Байкала надо накормить. Ой. Матвей-то уже всё, сам себя кормит. Я уже смотрю, ест сидит. Приехал. Ладно, всё, давайте, в общем, друзья, знайте, небо вам покажу, какое-нибудь красивое сведение. Вон, а вот там, вот видно. А-а-а, растущее солнце. Не знаю, какая завтра погода будет. Что-то обещали опять в воскресенье, в неделю к ночи у кого-то гуля. Всё, пока-пока.